Крыша мира Крыша мира Это Гималай Высоко в Гималаях находится город Лех Центр области Ладак Традиционная религия этих мест — тибетский буддизм Сейчас проходит церемония го-чак Го-чак значит дотронуться головой до земли Ее начинают религиозные лидеры, а за ними следуют мужчины, женщины и дети Многие из них приходят издалека, чтобы принять участие в новогодней церемонии Это молитва богам и природе Они просят прощения у всех живых существ И о жизни в гармонии с природой Люди скромные и маленькие обитатели Гималаев Далеко в горах живет стойкое создание, которое любит уединение Это снежный барс Этот горный обитатель живет только на больших высотах Это самый высокогорный хищник, который появляется и исчезает как привидение Сказания о снежных барсах окутаны мифами Снежные барсы убивают много скота, но едят мало Они очень сильные и любят кровь Люди для них что-то вроде священных существ Они могут подойти близко, но они будут охотиться на нас Снежные барсы нападают на приблизившихся к ним людей Если уже вкусили вкус крови Если нет, то они убегают от людей Равно как и от преследующих их собак Они убегают Гималаи означает «Земля, где живет снег» Это обитель снежного барса Люди дали могущественному созданию красивое прозвище Украшение Гималаев Это долина Румбак в Ладакхе Одно из немногих мест, где можно встретить снежного барса Но даже здесь, чтобы увидеть хоть одного, должно повезти Это стая тундринных куропаток Они ловко прыгают по снегу на больших лапах Высоко в небе Бородач оседлал ветер, осматривая лежащие внизу горы Гималаи, Тяньшань, Памир Высочайшие в мире горы, где Бородач чувствует себя свободно Хоть его размер и велик, охотится он редко Обычно он питается костями мертвых животных Его назвали Бородачом из-за черных перьев по бокам от клюва Похожих на мужскую бороду Они питаются костями, которые оставляют после себя хищники Голубой баран ищет в снегу пригодную в пищу траву Его так назвали из-за голубоватого оттенка шерсти Еще их называют бхаралами или тибетскими горными баранами Перед спариванием этот вид баранов демонстрирует необычное поведение Самец подходит к самке сзади как можно ближе И пытается унюхать ее запах, чтобы убедиться, что она готова к спариванию Зима в горах – брачный период для голубых баранов Мы так высоко, что прямо перед собой видим заснеженные вершины Здесь живут люди, построившие эти жилища и украсившие их молитвенными флагами Бабушка пытается согреть ладони внука на холодном ветру Говорят, что похолодало настолько, что даже снежные барсы перебрались ниже Но пожилая женщина не покидает свой дом Это типичное жилище в области ладак Красный цвет и синяя баранья голова, согласно верованиям, способны уберечь от зла Высота гор здесь достигает более четырех тысяч метров Но мы должны двигаться дальше в поисках снежного барса Они живут на высоте до шести тысяч метров над уровнем моря Но зимой им нужно спускаться ниже, поскольку пища на высоте становится скудной Этот большой след подтверждает их присутствие Идя по следам, мы находим другие доказательства Здесь животное испражнилось и забросало фекалии грунтом Так они метят территорию Судя по состоянию грунта, он был здесь не так давно Но нельзя сказать, когда он вернется обратно на то же место Лисы спариваются на скалистом склоне Такое редко можно увидеть днем Их в любой момент могут обнаружить хищники И такой момент наступает Появляется беркут, злейший враг лисиц У них нет выхода, кроме как спасаться бегством Выживание важнее спаривания Люди в Гималаях глубоко религиозные Молитвенные флаги трепещут на ветру Массивные камни, утопленные в землю Покрыты буддийскими письменами Это сделали в надежде, что учение будет распространяться в будущем В маленькой деревушке рядом с городом Лех Их находится небольшой монастырь для обучения монахов Он называется Цамны Гомпа Они соблюдают традиции тибетского буддизма Их вера почитает жизнь и природу Для них жизни всех существ одинаково ценны Все жизни, будь то олень или коза Так же ценны, как и человеческие Человек может сказать «Мне холодно» или «Я не убиваю» Но животные не могут Поэтому люди должны любить И проявлять милосердие к животным Нам нельзя их убивать Ведь нет ничего благороднее, чем оберегать животных Сострадание к животным Это постулат нашей веры Мы должны сострадать животным К монастырю всегда стекаются животные Они знают, что живых существ здесь не убивают В этот момент забывается жестокое правило природы Что выживает сильнейший На этих склонах, вдоль которых сформировались грязевые скалы Животные ищут природное вещество Необходимое для их выживания Это не что иное, как натрищ Выступающий между скал Во время линьки голубые бараны теряют минералы И пополняют их таким вот способом Похоже, их спугнули Что же учуяли голубые бараны? Они уходят один за одним И хоть они не спешат В воздухе ощущается напряжение всего стада Вскоре показывается снежный барс Это появление хищника, который наводит ужас на всех существ в округе Он мочится на землю и засыпает это место грунтом Каждый день он возвращается, чтобы пометить территорию в одних и тех же местах Его большие лапы позволяют ему свободно передвигаться по острым скалам Хвост, превышающий метр в длину, позволяет сохранять равновесие даже на крутых склонах Снежный барс выбирает место на уступе Откуда видна вся его территория Чтобы отдохнуть Во время отдыха он оборачивает тело длинным хвостом Это нужно, чтобы сохранить тепло Гималайя – высочайший горный хребет в мире Протянувшийся на 2400 километров Они образуют гигантскую преграду, делящую континент Он разделяет два разных климата Влага, поднимающаяся от Индийского океана Остается на юге от Гималаев Она попадает в ловушку высоких гор И не может их преодолеть За горным хребтом лежит засушливая Центральная Азия Низменные земли к югу от Гималаев Обласканы тропическим климатом У азиатских слонов время обеда У них огромный аппетит Они способны съесть 230 килограммов пищи за 16 часов Это самый крупный ареал обитания азиатских слонов Даже в тени температура поднимается выше 40 градусов Цельсия Это неожиданный облик Гималаев В густом лесу показывается хищник Этот лес также служит домом самой большой популяции бенгальского тигра На высоте 2000 метров облик Гималаев снова меняется В долинах растут густые и могучие хвойные леса Это вечно зеленая гималайская ель Такие перемены флоры и фауны в зависимости от высоты Феномен, который можно наблюдать только в Гималаях Люди приспособились вести сельское хозяйство на таких крутых склонах А в основном они выращивают холодостойкий ячмень Но по размеру зерна весьма средние И хоть урожай невелик, крестьяне усердно трудятся, чтобы пожать ячмень Ведь им нужно растить детей и кормить семью этим урожаем Я сажала кукурузу, картофель и ячмень Но было мало дождей И еды хватило всего на три месяца Чем выше в горы, тем скуднее становится все вокруг Все, что нужно для жизни, производится ниже Жизнь и существование высоко в горах полны лишений Я живу здесь вот уже 62 года И тяжело было всегда Если начну рассказывать, то буду говорить неделю без остановки Самое счастливое время – это праздник Дашин в сентябре Все остальное время я непрерывно работаю Во время праздника мы надеваем новую одежду и режем козу Мы поем и пляшем 10 дней Вода здесь насыщенного синего цвета Больше такой оттенок синего не увидишь нигде в мире Это озеро Пхоксунда – огромное естественное озеро в Гималаях Расположенное на высоте 3600 метров над уровнем моря К северу от Пхоксунда находится дорога в Сангдолпа Сангдолпа – самая отдаленная деревня Непала Чтобы доставить продукты с равнины в горы, уходит 10 дней Люди чаще ездят в Тибет, чем в Непал, поскольку он ближе Они покупают все необходимое и перевозят на яках В основном это продукты В нашей деревне так холодно и сухо, что мы не возделываем землю Мы собираем травы в горах и перевозим товары на яках Я везу домой кукурузу из Дунаи Мы будем есть ее около полугода Я хочу переехать в долину, но на это нужны деньги У меня нет ни денег, ни образования Я не палец, но я не говорю на непальском Только на тибетском Выше Сангдолпа лежат лишь Гималайи По ту сторону от них Тибет Условия здесь слишком суровые для сельского хозяйства Эти места посещают лишь кочевники, выращивающие коз Кочевник Ладя Плама пришел сюда со своим скотом После недельного странствия по горам Они проведут здесь лето И спустятся вниз до того, как наступит зима Его дом украшен молитвенными флагами лунгта Характерными для тибетского буддизма Жизнь течет размеренно Делать здесь нечего, кроме как отдыхать по ночам Но в его мыслях нет покоя Все же мы сейчас в Гималаях на высоте 4000 метров над уровнем моря Нельзя предугадать, когда нападет снежный барс Снежные барсы пробираются в загоны и убивают наших овец Они выпивают всю их кровь и затем скрываются, завидев людей Гималайи окутаны волшебным и мистическим орелом Но это такое место, где люди ежедневно борются за выживание В высоту Гималая достигает 8000 метров над уровнем моря Это цепочка самых высоких в мире горных пиков Крыша мира Другая часть крыши мира, примыкающая к Гималаям, это Памир Это обширный массив на высоте 4000 метров над уровнем моря На древнеперсидском Памир означает «обитель Бога Солнца» Подходящее название для гор, которые ближе к небу, чем к земле Каждый декабрь горные бараны преодолевают снежные бури, чтобы взобраться в горы Их еще называют бараны Марко Поло В честь итальянского путешественника, который в своих заметках написал Что видел овец с гигантскими рогами, когда пересекал Памир Было это в 1273 году Это стадо состоит из самок горного барана и их детенышей В мае-июне самки производят на свет по ягненку каждая После этого они собираются в стада и растят молодняк вместе Раньше горных баранов можно было увидеть по всему Памиру Так они стали символом этих гор Однако люди охотились на них из-за рогов И их число значительно сократилось Теперь на Памире их можно встретить лишь изредка Желтовато-землистый оттенок почвы говорит о сухости Но мать природы все же продолжает вдыхать жизнь в эти земли Все живые существа лишь на время появляются в природе и в вечности Это останки снежного грифа Холодный и сухой ветер не позволяет телам быстро разлагаться По какой-то причине эта овца и ее ягненок отбились от стада Судя по ее рогам, мать очень старая Она увела своего отпрыска далеко от стада Такое часто случается Теперь мать бредет одна посреди гор И вот она замерла на своем пути Она резко падает на землю, не в силах больше стоять Мать снова пытается идти Но дальше продолжать путь не может Больше она не встанет Для нее это тихая смерть Она возвращается в прах, из которого была рождена Ранним утром следующего дня И ее смерть первой учуяла лисица Но ее зубы недостаточно крепкие, чтобы прогрызть шкуру Похоже, лисица ее не съесть Наконец леса сдается и идет на поиски другой добычи Утро в разгаре Но в воздухе все еще висит тишина Издалека приближается крошечная точка Это ягненок, которого она вчера оставила Увидев мать Ягненок не может подойти ближе Но и уйти он тоже не в состоянии Он еще долго стоит возле нее, прежде чем уйти Теперь ягненок один во всем мире Похоже, что ягненок ушел, потому что завидел кочевника Приближающегося издалека Кочевник скормит мертвую горную овцу своим собакам В конечном счете, горная овца отдала свою жизнь, чтобы могли жить другие Она исчезает в бесконечности пространства и времени Не оставив и следа Субтитры создавал DimaTorzok Лисица увлечена поиском добычи Она ищет грузунов С помощью острого обоняния она исследует окрестности Группа сурков решилась вылезти из норы Пока травы в изобилии, им не нужно беспокоиться о пропитании Но им нужно прятаться в норах при первых признаках опасности В противном случае их с легкостью съедят более сильные хищники Оказывается, неподалеку прячется волк В мгновение ока дело было сделано Сурок стал добычей волка Горы Памира окрасил закат Это высочайший ландшафт в мире Столь сухой и пустынный Что кажется, будто люди здесь никогда не жили Однако эти наскальные рисунки Свидетельствуют о пребывании людей в этих местах Много тысяч лет назад На них можно разобрать Очертания снежного барса И рога горных козлов Это свидетельство того, что древние люди охотились на горных козлов Наскальные рисунки находят и в других горных регионах Таких, как Алтай и Тяньшань Здесь, на протяжении тысячелетий Многочисленные дикие животные жили бок о бок с людьми На Памир пришла осень Вскоре улетят перелетные птицы И наступит зима Зима Сезон миграции Кочевники уводят свои стада вниз с высокогорья Дикие животные тоже спускаются ниже Там, где суровая холода, нет пищи Горный козел Обитающий на высочайших каменистых скалах Тоже мигрирует вниз У горных козлов огромные рога А еще они Излюбленная добыча снежных барсов Об этих двух животных есть интересное предание Когда снежный барс охотится на горных козлов Он скатывает камни вниз по склону А потом замирает Сначала козлы пугаются, но затем ослабляют бдительность Думая, что это был просто ветер И тогда снежный барс нападает Горные бараны спускаются еще ниже, чем горные козлы Они ищут растения Но чем ниже они спускаются, тем это рискование Они знают, что в любой момент могут напасть волки или снежные барсы Один из них уже пал жертвой Его судьба была решена одним укусом в горло Снежный барс – единственный охотник такой силы Он вернулся к своей добыче Он наелся и решил прилечь отдохнуть Снежному барсу нечего бояться Он уверен в своей силе Затем появляется волк Два хищника встречаются лицом к лицу Снежный барс выглядит расслабленным Волк же, напротив, кажется напряженным Он поджимает хвост между лап Это знак того, что он нервничает Приблизиться он не осмеливается Снежный барс невозмутим Законы дикой природы устанавливают сильнейшие Снежный барс Снежный барс бросает взгляд на камеру Он ее видит, но не замечает Он к ней равнодушен Но все же ему не нравится быть у всех на виду Он оставляет свою добычу И возвращается к уединению Он всегда может поймать другое животное Хищнику, стоящему на вершине пищевой цепочки Неведомо сожаление Теперь пища достается Снежному грифу Высокогорный падальщик Жадно пожирает ее И снова возвращается волк Если проявить терпение Всегда есть шанс чем-то поживиться Ниже у подножья гор Лежит долина Бартанг Это самая длинная и коварная долина на Памире Бартанг означает Длинная и опасная тропа Это альпийская галка Летом она питается насекомыми А зимой фруктами Эта птица летает на высоте 800 метров Над уровнем моря В декабре наступает разгар зимы в долине Бартанг Пронизывающий холод продержится еще много месяцев Но все же здесь живут люди В глинобитных домиках Эта деревня существует за счет земледелия и скотоводства Стены домов невероятно толстые Жители Бартанга строят такие стены Чтобы противостоять холоду Зимой они должны быть готовы К самым экстремальным ситуациям Деревня настолько удаленная Что их может и вовсе отрезать от мира Когда сходит лавина Дорога блокируется примерно на три месяца Поэтому мы запасаемся едой К примеру, мукой На два-три месяца Дороги вновь открываются только в мае Другое существо, держащее в страхе жителей Бартанга Это снежный барс Зимой барсы спускаются с гор Чтобы охотиться на скот Хотя они съедают только одно животное Но, будучи смертоносными охотниками, убивают все стадо Не так давно Этот загон был полон овец и кос Их всех за ночь убил снежный барс Перебравшийся через стену Когда я пришел сюда утром, то понял Что ночью на скот напал снежный барс 75-80 животных были мертвы Я пригоняю сюда стадо в мае Где оно и остается до ноября После того нападения Я их всех забираю домой Обычно они убивают два-три животных Больше такой беды Ни с кем не случалось Даже не знаю, кого винить Ужасная ситуация И все это сделал снежный барс Пришел и напал на моих зверей Вот такая напасть В другой деревне неподалеку от долины Бартанг Снежный барс также напал на скот Но этому человеку удалось его поймать Вот здесь я ударил его лопатой Он дважды бросился на меня И я упал Жена стояла позади меня И ударилась головой о стену Он ударил меня передними лапами А потом отступил И снова попытался напасть на нас с женой Моя жена потеряла сознание Я дважды ударил его И он отступил Там было две живые овцы И он спрятался за ними Я убил его Чтобы мы могли жить Мне пришлось это сделать Пришлось Он был очень стар и ослаб Поскольку долго был без пищи Перед лицом смерти Барс утратил всю свою мощь Это самые высокогорные земли Из тех, куда может добраться человек Здесь природа показывает Своё самое суровое лицо Мы зовём это Крышей мира А внизу Бесчисленные существа Продолжают Круговорот жизни Центральная Азия Находится в сердце Азиатского континента Здесь нет выхода к морю Безводная степь Тянется до самого горизонта Удивительно Но в этих засушливых землях Есть места, напоминающие море Центральная Азия Дух дикой природы Пятая серия Жизнь наполняет воду Загадочное море Окружённое степью По его волнам Плавает стая сухоносов Сухоносы Потомки гусей Из семейства утиных Мощные волны Плещутся под напором ветра И хотя водоёмы похож на море Всё же это озеро Это озеро Буэрнуур На восточной окраине Монголии На границе с Китаем Огромное озеро Окружённое степью Тянется до самого горизонта И пусть это мелкое озеро Всего 10 метров в глубину Его площадь сопоставима с Сеулом Столицей Кореи Оно осталось нетронутым Благодаря своей удалённости В краях, куда иностранцы Почти не добираются Каждое утро на озере Можно наблюдать Любопытное зрелище То, что кажется Чёрной полосой Начинает двигаться Это движется Огромная стая Больших бакланов Они собираются охотиться Число больших бакланов Ежегодно прилетающих На Буэрнуур Растёт с каждым годом Такую сцену Можно наблюдать По всему озеру Большие бакланы Отдыхают И чистят перышки После охоты Они социальные птицы Которые растут в стаях И мигрируют стаями Хотите, люди и живут в степи Они рыбаки Они кочевники Они зарабатывают на жизнь Ловлей карпов и самов В озере Буэрнуур Степные рыбаки Бедные люди У которых нет скота Который можно разводить Когда зимой Озеро замерзает Они ловят Большие косяки рыб Из-подо льда Однако летом Приходится туго За последнее время Улов уменьшился вдвое Рыбаки винят в этом Больших бакланов Когда-то здесь Вообще не было бакланов Как только они начали прилетать Рыба стала исчезать Бакланы – мастера рыбной ловли У них нет ноздрей А форма их туловища Идеальна для ныряния Баклан может поймать Более 20 рыб в день Своим зазубренным клювом Они могут схватить Даже самую скользкую рыбу Они едят пойманную добычу На берегу Баклан может заглотить Крупную рыбу целиком Под подбородком у него есть Мешок из кожи Куда он складывает рыбу Чтобы отнести своим птенцам Здесь река Халхингол Впадает в озеро Буэрнуур Это гнездо Большого баклана Сделано оно из сухой травы И веток Сотни тысяч бакланов Прилетают сюда Чтобы произвести потомство Хоть птенцы по размеру Такие же, как родители Они еще молоды И не научились летать Почуяв опасность Они ныряют в воду Большие бакланы живут стаями Они вместе строят гнезда Протянувшиеся на несколько километров В длину баклан превышает 80 сантиметров У него загнутый клюв Что облегчает охоту Молодняк использует клювы Только для игры Самки бакланов Возвращаются в гнездо Уже под вечер После охоты В отличие от больших утренних стай Возвращаются они Маленькими стайками Птенцы ждали возвращения своих матерей Наконец, матери дома Малыши засовывают головки В материнский клюв Они достают пищу Которую мать припрятала для них В мешке Похоже, они не наелись И настойчиво требуют добавки Капризные птенцы Капризные птенцы не дают матерям покоя Скрываться по воде бесполезно Они пытаются нырять в воду Но за ними бросаются в погоню Матери приходится туго Пока та растит своих отпрысков Когда день подходит к концу В гнездах бакланов Все успокаивается Летом температура может подниматься До 50 градусов по Цельсию Лошади погружаются в воду Чтобы остудиться Озеро достаточно большое Чтобы попить воды И искупаться Это клочок из обильных земель Среди засушливой степи Вода делает прилегающую местность Плодородной Нет лучшего места Чтобы разводить скот Многие кочевники Летом стягиваются к озеру Отец и маленькая дочь Берут в озере питьевую воду Они никогда не заходят в воду Хотя озеро довольно большое Они только берут из него воду В их культуре Осквернение воды считается большим грехом Кочевники скачут вслед за лошадьми Жеребенок тоже убегает Хотя они преследуют лишь его мать Степные лошади, как правило, дикие Их нелегко поймать Кочевникам нужно изловить самку Чтобы подоить ее Даже после того, как кобылу заорканили Нужно много времени, чтобы ее остановить Проходит несколько часов Прежде чем им удается ее подоить Летом много травы и воды Но это не всегда благо для лошадей Эти лошади страшно мучаются Они постоянно трясут головами И все для того, чтобы избавиться от насекомых У насекомых, живущих вблизи летнего озера Настал брачный период Мухи и комары В большом количестве находятся в ранках На телах животных Или возле их слезных протоков Лошади капитулируют Перед назойливыми насекомыми Пока лошадь лежит на земле На ней скапливается Еще больше насекомых Наконец появляются долгожданные гости Это стая береговушек Они ловят насекомых на лету и едят Животные благодарны береговушкам За то, что те ловят насекомых А береговушки благодарны животным За то, что собрали их в одном месте Это глиняный утес у озера Буэрноур Где береговушки устраивают свои гнезда Для береговушек это словно многоквартирный дом Птенцы вырастают до размеров родителей Всего за 20 дней Их основной источник пищи Это насекомые Ради молодняка мать усердно охотится И хотя насекомые доставляют много хлопот скоту Для птенцов береговушек Это излюбленное лакомство На озере Буэрноур день в разгаре Рыбаки вышли на озеро Но они здесь не для ловли Они собираются охотиться на бакланов Рыбаки безжалостно забивают молодых птиц Выбравшихся из гнезд Для рыбаков бакланы Это вредители, которые поедают всю рыбу в озере Раз в день они охотятся на детенышей бакланов Оставленных в гнездах Самка баклана ловит более 20 рыб каждый день Чтобы накормить птенцов Бакланы угрожают Главному источнику средств К существованию рыбаков Во время таких вылазок Рыбаки ловят около 50 бакланов ежедневно Домашняя обитель бакланов Гнезда буквально разворочены Что же привело к тому, что бакланы и рыбаки Больше не могут мирно сосуществовать Рыбаки считают, что их естественные места обитания в Китае Были уничтожены Что привело к перенаселению бакланами Озеро Буэрнуур Они также собирают И уничтожают яйца Рыбаки решают проблему До того, как птенцы вылупятся Следующим утром Огромная стая бакланов Снова отправляется на охоту И мы не знаем Сможет ли озеро Буэрнуур И впредь давать им пищу Озеро Байкал Самое глубокое пресное озеро в мире Недалеко от Байкала Находится озеро Хубсугул Которое очень похоже на Байкал Это море Окруженное бескрайней сушей Монголии На приграничной территории Между Монголией и Россией Хубсугул соединяется С озером Байкал в Сибири Его площадь в полтора раза Больше острова Чеджу в Корее А глубина 260 метров Понятно, почему местные Называют озеро морем Это Хубсугул летом Бесчисленные гусеобразные Прилетают сюда для спаривания Лебедь-кликун Подоспел вовремя К брачному периоду Он погружает длинную шею В воду, чтобы питаться Водными растениями Здесь они спариваются И растят птенцов Самец и самка Ищут друг друга Они как раз в процессе Бесстрастного ухаживания Это Хубсугул в июле Окруженный полевыми цветами Лед, покрывавший озеро Наконец, полностью растаял Лебедь-кликун строит Просторное гнездо Они откладывают До семи яиц По штуке в день Стаи речных крачек Тоже здесь Для продолжения рода Внезапно Они нападают На лебедей-кликунов По соседству Самка стойко Переносит атаку Потому что Ей нужно высиживать птенцов Если она сбежит То яйца остынут И птенцы погибнут Мать принимает удар на себя Самец садится на яйца Лишь время от времени Хубсугул окружен густами Густыми таежными лесами Это преддверие Сибири Лесной покров Настолько густой Что солнце Не проникает Сквозь него Даже днем Среди деревьев Здесь превалирует Сибирская лиственница Разновидностей Диких животных Здесь не так много Конюк Птица Которая подолгу Живет в одной И той же местности Он свил гнездо На высокой ветке Мать Разрывает пищу На мелкие кусочки Чтобы накормить птенцов Конюки Очень преданы Своему потомству Охотятся они В основном На степных грузунов Еще они едят Саранчу Которое наносит Ущерб Сельскому хозяйству За что пользуются Уважением У крестьян Это орлан Белохвост Которого легко узнать Он питается рыбой И живет возле воды Мощными когтями Он ловит рыбу У поверхности Не дожидаясь Пока добычу Отберут конкуренты Он ест ее Зависнув В воздухе Затем Прямо перед Орланом Белохвостом Показывается Черный коршун Рыба Его излюбленное Лакомство Он готовится Биться Прямо на лету Главное оружие Черного коршуна Это скорость Это достойный соперник Для более крупного Орлана Белохвоста Здесь заканчивается лес Повсюду растет трава И деревья Коротким летом Полевые растения Обильно цветут Удот Удот Устроил гнездо В стволе дерева Мать Ловит насекомых Для птенцов Земли к западу От озера Хубсугул Летом заболачиваются Здесь проводят Брачный период Огори У самца Кольцо темных перьев Вокруг шеи А у самки Его нет Они производят На свет Около 10 Отпрысков Это большое семейство Проводит лето На болотах Возле Хубсугула Черноголовый чекан Быстро летает Так Он охотится Черноголовый чекан Питается всеми Летающими насекомыми В траве Появилась лисица Она ест прыгающих Тут и там Кузнечиков Болото на границе Между лесами И степями Порождают Невероятное Экологическое Разнообразие Животные Предпочитают Болото Лисам Возможно Ее хрупкие крылья Не подходят Ее туловищу Белошейная Гагара Летает Прилагая усилия Оказавшись на воде Она выглядит Более расслабленно В этой паре Белошейных гагар Два птенца Возможно Летают они Не очень Но гагары Отличные пловцы Они ловят Мелкую рыбешку В воде И скармливают Ее Молодняку У самки-лебеди-кликуна Стойко защищавшей Свои яйца Удачно Вылупились Четыре птенца Примерно 120 дней Все ее внимание Будет посвящено Только заботе О потомстве Пока Они не смогут Летать Самостоятельно Когда птенцы Выбираются Из воды Их не так Легко найти В высокой траве Их не видно Матери Оберегают Свой молодняк Чтобы тех Не увидели Хищники Лето На озере Хубсугул Подходит К концу Здесь Хранятся Самые большие Запасы воды В Центральной Азии Это Памир Высокий Горный Хребет Расположенный На четырех Тысячах Метрах Над уровнем моря В снеге И ледниках Содержится Гораздо Больше воды Чем в озерах Летом Ледники Памира Начинают Таять Ледниковая Вода Формирует Озера На Памире Около Пятисот Озер Это Одно Из Высокогорных Озер Расположенных На высоте Четыре тысячи метров Над уровнем моря Где Воздух Разрежен Булункуль Одно Из Немногих Озер Памира В которых Водится Рыба В то Время Как Другие Озера Слишком Соленые Для Рыбы В озере Булункуль Живет Один Ее Вид Местные Зовут Ее Небесной Рыбой Рыба Которая Живет Под самыми Небесами В этом Озере Водится Только Небесная Рыба В этом Особенность Озера Я Зарабатываю На жизнь Рыбной Ловлей Это Озеро Дар От Самого Всевышнего Хода Десять тысяч лет назад Здесь упал Огромный Метеорит Образовалось Большое И глубокое Озеро Настолько Глубокое Что Вода Кажется Темной Это Каракуль Крупнейшее Озеро На Памире Хоть Каракуль Питает Много Притоков Вытекать Воде Некуда Каракуль Продолжает Расти Озеро Каракуль 200 метров В глубину Оно Темное Дна Совсем Не Видно Когда Поднимаются Волны Вода Смешивается Сылом Поэтому Озеро И темнеет Поэтому Его И назвали Каракуль Это Значит Темное Озеро Лед На Озере Каракуль Начинает Таять Лишь В июне Озеро Остается Безо Льда Только Три Месяца В году Лишь Во Время Короткого Лета Таким Мы И Увидели Каракуль Это Таинственное Зрелище Которое Природа Показывает Лишь На Краткое Время На Горных Пиках Снег Не Тает Он Лишь Накапливается Образуя Ледники Ледники Это Своего Рода Резервуары Для Хранения Воды Здесь Находится Ледник Фетченко Крупнейший Наземный Ледник Его Длина 72 Километра Гравитация Стягивает Ледник К Подножью Горы К Тому Времени Он Превращается В Смесь Льда И Грунта Конец Ледника Называется Ледовым Языком Длинный И Высокий Столб Льда И Грунта Напоминает Высунутый Язык Животного Летом Ледники Чуть Подтаивают Ручейки Собираются В реки Вдыхая Жизнь В засушливые Земли Где Почти Не Идут Дожди Эта Вода Дает Начало Крупнейшей Реке Центральной Азии Тоненькие Ручейки Собираются В один Поток Это будет Река Амударья Протянувшаяся На 2400 Км Сыр Дарья Берет Начало В ледниках Тяньшаня Амударья Начинается В ледниках Памира И впадает В Аральское Море Там Где Есть Вода Ландшафт Совершенно Иной Это Растение Произрастает Высоко В горах Оно Может Предотвратить Высотную Болезнь Оно Добавляет Зеленых Красок В край Ледников Появился Тяньшаня Бурый Медведь Несмотря на то, что они обычно избегают людей, нападая, они проявляют невероятную мощь Медведи Медведица Вышла на поиски пищи с двумя медвежатами Тяньшанский бурый медведь – самый высокогорный вид медведей На таких высотах пища скудная Поэтому он меньше остальных медведей Рядом с ледником Фетченко находится медвежий ледник Так его назвали, потому что в окрестностях жило много медведей Однако в последние годы в этих местах появилось много охотников Что привело к сокращению популяции медведей Выжившие медведи стали еще осторожнее Вода из ледника Фетченко становится рекой Пянш Пянш – приток Амударьи По левому берегу реки находится Афганистан По правому – Таджикистан Это селение из глинобитных домиков Находится на севере Афганистана Это бедная деревня Жители даже не могут позволить себе отправить детей в школу Они до сих пор перевозят вещи на ослах на дальние расстояния Жители деревни измучены войнами и конфликтами, которые идут уже больше века Время здесь словно остановилось Что же заставило время замереть для местных жителей? Земля все же приносит скудный урожай Все благодаря реке Пянш Они пашут землю и выращивают кукурузу и картофель Самый популярный домашний скот – это козы Потому что они могут передвигаться по крутым склонам Дети тоже привыкли к горным тропинкам Стадо коз идет на водопой Такой крутой уклон пугает коз, который спускается по нему Им нужно преодолеть этот опасный путь, чтобы спуститься к воде Вода позволяет людям разводить скот, возделывать землю и жить в столь суровых условиях Это самая бесплодная и коварная часть Памира По ней протекает река Пянш На этих каменистых скалах живет редкий вид горных коз Это винторогий козел Сейчас май И у подножья горы пышно цветет миндаль Винтороги и козлы устремились вниз по склону, чтобы полакомиться цветами Еще персы заметили, что их рога бьются, подобно змеям У самцов рога могут вырасти до 160 сантиметров Наевшись цветами, травой и листьями Винтороги и козлы устремляются обратно вверх по скалам Здесь заканчивается река Пянш Она сливается с другими реками и становится Амударьей Вода то здесь, то там образует болото Одно из них — тигровая балка Здесь птицы прячутся от холода зимой А летом выводят свой молодняк Это конечный пункт пути для 25 видов перелетных птиц Название тигровая балка означает «лес тигров» Когда-то эти заросли тростника были домом для туранского тигра Эти тигры вымерли в 1970-х годах Их нишу заняли многочисленные дикие животные Здесь есть куропатки, которых некоторые крестьяне выращивают как кур Фазан — распространенная в этих местах птица Вероятно, из-за того, что тигров больше нет, камышовые коты могут беззаботно прогуливаться Бухарский олень весь день бродит между рекой и лесом Раньше они были излюблены добычей туранских тигров По этой тропе, ведущей из леса к реке, ходит много животных Лес тигров, в котором тигров больше нет А жизни других животных продолжаются Это полноводное основное русло Амударьи, протянувшееся более чем на 2400 километров Однако Амударья высыхает вот уже на протяжении нескольких десятилетий Нижнее течение реки совершенно высохло Большой корабль, раньше перевозивший сотни людей, теперь стоит в пустыне Река начала высыхать в 1960-х годах Все потому, что из нее забирали большое количество воды Эта вода была нужна для выращивания хлопка В Советском Союзе отводили воду из реки в попытке превратить пустыню в хлопковые угодья В результате река сильно иссохла Хлопок – важная составляющая экспорта бедных стран Центральной Азии Работа на плантациях состоит из сбора хлопка голыми руками под палящим солнцем Обычно ее делают молодые девушки После потери воды регион стал пустынным, а климат стал более сухим Это только усложнило возделывание хлопка В землях, где пропадает вода, жизни людей становится еще труднее Высохшее омударья больше не впадает в Аральское море Аральское море, бывшее некогда четвертым по величине озером в мире Теперь высохло на 90% Это самая крупная экологическая катастрофа 20 века Люди воздвигли мемориал в память о причинах этой катастрофы Когда-то отсюда уходили в море бесчисленные рыбацкие лодки Однажды их общий улов составил 40 тысяч тонн Теперь оставшиеся здесь люди Разводят небольшие стада скота Ржавые корабли, стоящие здесь Ярко демонстрируют, что когда-то здесь были Обильные рыбные угодья Это место называют кладбищем кораблей Эти корабли свидетели того, что раньше здесь было море среди суши Где ловили многочисленную рыбу Это рыбаки Аральского моря в 1960-х годах Они ловили более 30 видов рыб Включая карпов и осетров Теперь от прошлого остались лишь призрачные воспоминания Это заброшенная фабрика рыбных консервов Рыбаки и жители деревни ушли, оставив одни лишь развалины Вот что происходит, когда вода высыхает 200 километров от Муйнага Столько нам пришлось проехать, чтобы увидеть то, что осталось от Аральского моря На всем пути бушуют солевые и пыльные бури Эти ветра иссушают все растения вокруг Они также губительны для людей и животных Каждый год в этих местах образуются около 100 миллионов тонн соленой пыли Ветер поднимает ее вверх до 15 километров Эти ветра проникают в каждый уголок Центральной Азии Сейчас Аральское море – жалкое озерцо, в котором нет жизни За пять десятилетий количество воды уменьшилось до десятой части от прежнего объема Сохранилась лишь часть на севере Аральского моря Вода чрезвычайно соленая Рыба здесь больше не живет Аральское море, некогда наполненное жизнью Теперь стало далеким миражом для тех, кто его помнит Озвучено по заказу CLS Media в 2021 году Продолжение следует... Его сообщает в следующем видео مع Об